Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами рассмотрим тему, что такое детское автокресло, особенности, разновидности и как выбрать удерживающее устройство. Более подробно этот и другие материалы вы всегда можете найти на нашем сайте bazlight.ru, ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, сегодня мы с вами узнаем, что же называется автомобильным креслом для ребенка, известным в народе как детское автокресло, какие существуют разновидности устройств, а также какими преимуществами и недостатками обладают эти средства безопасности. Кроме того, расскажем про особенности, основные технические характеристики автомобильных детских кресел, которые позволяют обеспечить оптимальную защиту ребенка, а также на какие нюансы нужно обращать внимание перед покупкой этого незаменимого удерживающего устройства для ребенка в первую очередь. Ну а в заключении поговорим о том, чем же различаются автокресла между собой, а также на какие группы делятся приспособления, и почему нельзя покупать устройство на вырост. Для того, чтобы грамотно выбрать детское автокресло для своего ребенка в автомобиль, а уж тем более по оптимальной цене и качеству, необходимо знать основные технические параметры, отличия материала, из которого изготовлен каркас, способы крепления, а также какие возрастные категории устройств существуют. Данные вопросы мы и обсудим сегодня в нашем видеоматериале, чтобы получить исчерпывающее представление о правильном выборе детского автокресла и об основных нюансах, которые нужно учитывать перед покупкой этого незаменимого устройства. Кроме того, рассмотрим часто задаваемый вопрос многими автолюбителями. Как нужно подбирать детское автокресло по возрасту и размеру ребенка, а также какая разновидность устройства считается самой безопасной. И вначале немножко погрузимся в историю. Понятие детского автокресла широко вошло в нашу жизнь сравнительно недавно и довольно быстро сумело получить огромную популярность у автолюбителей. Заметим, что первые автокресла стали поставляться в магазин около 10 лет назад, а с 2008 года в большинстве стран постсоветского пространства стало обязательным условием перевозить ребенка в машине только в специально удерживающем устройстве. Стоит сказать, что автокресло для детей ничем не отличается от понятия детское удерживающее устройство. По сути это одно и то же, только второе определение имеет более конкретное применение. И начнем сегодняшний наш материал с особенностей, задач, конструкции и разновидностей групп детских автокресел. И все мы знаем, что главная задача детского автокресла создать ребенку максимально удобное и защищенное место в автомобиле. Чтобы это осуществить, нужно применить удерживающее устройство, спроектированное под определенный вес и возраст ребенка. Только в этом случае можно быть уверенным в безопасности маленького пассажира в дороге. Используя детское автокресло, помимо безопасности, ребенок получает еще дополнительное удобство в поездке. Он сидит выше, имеет оптимальную обзорность, что в первую очередь отражается на его настроении. Конструкция или каркас автокресла изготавливается из специального пластика, способного выдерживать высокие нагрузки на корпус. Справочно заметим, что иногда производители добавляют металлические элементы в основу каркаса кресла, для придания большей прочности конструкции, делая специальный кокон вокруг ребенка, который защищает его со всех сторон. Для производства безопасных кресел используется единый стандарт, утвержденный европейскими нормами безопасности, под аббревиатурой ECE R44-04, иногда еще допускается дробь 0-3. И все автокресла, изготовленные по этому стандарту, имеют стикеры с обозначением соответствия на самом кресле. Справочно заметим, что проектирование детских автокресел осуществляется исходя из определенного роста и веса ребенка, поэтому все удерживающие устройства подразделяются на специальные группы и категории. Более наглядно, какие бывают кресла, а точнее группы или категории автокресла, вы можете видеть сейчас у себя на экране. Данные информационного материала вы также можете скачать на нашем сайте bazlight.ru, для того, чтобы более удобно подобрать нужное и оптимальное автокресло для вашего малыша, если вы направляетесь в магазин и не знаете, какое же подобрать устройство под вес и размер вашего ребенка. Как правило, каждая такая группа предназначена для ребенка определенного возраста и веса. Первая группа это группа 0+. Это автокресло формата люлик для детей от рождения и до 13 кг. Это переносные модели, они имеют специальную ручку для переноски, благодаря которой можно перемещать ребенка из дома в автомобиль и обратно, не доставая его. Но использовать их можно уже до 18 кг по весу. Такие автокресла стационарные, их нельзя переносить вместе с ребенком, как это делается в группе 0+. Крепление автокресла и перевозка ребенка также осуществляется против хода или лицом назад. Следующая группа, группа под номером 1, предназначается для детей, вес которых составляет от 9 до 18 кг. Установка автокресла и перевозка ребенка, начиная с этой группы, осуществляется лицом по ходу движения автомобиля. Следующие группы 1, 2 и 3, они являются универсальными автокреслами для детей от года до 12 лет. Благодаря своей универсальности устройства имеют мало регулировок и отлично подходят для коротких поездок. Группа 2 и 3 предназначаются для детей по возрасту от 3 до 12 лет. Автокресла этой группы относятся к самым долгоиспользуемым устройствам по сроку службы. Модели этой группы уже не имеют таких регулировок, как кресла для детей младшего возраста, и основным отличием является отсутствие положения для сна. То есть только положение для бодрствования. Для того, чтобы наверняка четко выяснить, к какой группе из вышеописанных относится наш ребенок, и не ошибиться с выбором детского автокресла, нам поможет специальная таблица для подбора размера устройства, которую вы также можете наглядно видеть на экране своего монитора или телевизора, или же скачать с нашего сайта bazlai.ru. Благодаря данной таблице по подбору размера очень легко подобрать необходимую группу и, следовательно, оптимальное кресло по размеру, возрасту и способу установки для своего ребенка. Кроме конструктивных особенностей и отличий между разными моделями, а также производителями, есть еще различия по использованию материалов отделки сидения. Как правило, большинство производителей применяют синтетические ткани, так как они имеют высокую износостойкость. Такие ткани в значительной степени меньше выгорают на солнце, они не деформируются после стирки. В том случае, если нас смущает синтетика, то справочно заметим, что почти каждый сегодня производитель предлагает дополнительные чехлы из натуральных материалов, которые можно использовать в автокресле. А теперь давайте с вами рассмотрим варианты крепления устройств и как правильно выбрать детское автокресло. Для того, чтобы закрепить детское автокресло в транспортном средстве, существует два основных способа. Это штатные ремни безопасности самого автомобиля и система крепления ISOFIX. Далее, штатные ремни безопасности. Это такое крепление, скажем так, оно считается более универсальным. Подходит для всех современных автомобилей, оборудованных трехточечными ремнями безопасности. Что же касается крепления ISOFIX, то оно возможно только на тех автомобилях, которые оборудованы именно этой системой. Для того, чтобы узнать, есть ли такое крепление на нашем автомобиле, необходимо изучить соединение спинки заднего сидения с самим задним сидением. Наличие крепления обозначено специальными бирками с аббревиатурой ISOFIX или отмечены в стыках спинки и сидения с соответствующим значком, который вы можете видеть у себя на экране. Вот таким вот значком обозначается то, что у нас имеется система ISOFIX. Довольно часто в большинстве современных автомобилей, особенно минивэнах, крепежи ISOFIX прячутся за специальными накладками спинки сидения. Вот таким вот образом они выглядят. Для того, чтобы правильно подобрать детское автомобильное кресло, необходимо придерживаться определенных критерий выбора удерживающего устройства, которые мы сейчас и перечислим. Итак, детское автокресло должно относиться к группе, которая соответствует весу ребенка, поэтому перед покупкой той или иной модели удерживающего приспособления рекомендуется взвешивать своего малыша. Далее, маркировочный стикер автокресла должен быть со значком ECE R44-03 или DROP-04, которые свидетельствуют о соответствии действующему европейскому стандарту безопасности. Кроме того, наличие такого знака означает, что детское автокресло прошло единый цикл европейских испытаний, причем на положительный результат. То есть они уже получили удовлетворительный результат. Те кресла, которые не проходят данный стандарт сертификации и исследовательных испытаний, маркировки на креслах не будет. Лучше от таких, конечно же, устройств отказаться. Также более наглядно классификацию дерзких удерживающих устройств вы можете видеть у себя на экране. Опять же, это касается групп, которые мы с вами только недавно рассматривали. Если вам понравился данный стикер, вы можете его себе скачать. С ним более удобнее подбирать то или иное кресло, вас не обманет продавец, и вы будете знать четко, что вы выбрали именно оптимальное устройство для вашего малыша. Далее. В детском автокресле малышу должно быть комфортно и самое главное удобно. Параметр удобства является показателем пассивной безопасности. Так как неудобно в детском автокресле, ребенок будет капризничать и отвлекать водителя от дороги. Поэтому перед приобретением удерживающего устройства рекомендуется усаживать малыша в автокресло и смотреть на его реакцию с поведением. Если ребенок совсем маленький по возрасту, то мы должны учитывать тот момент, что малыши должны чаще спать. Поэтому желательно рассматривать устройство с регулировкой по наклону. То есть, чтобы в нем было положение бодрствования, а также положение сна. Положение бодрствования под углом, как правило, идет 90 градусов, положение сна опускается уже до 120 градусов, а то и больше. Также для детей до 3 лет кресла должны быть в обязательном порядке оборудованы внутренними пятиточечными ремнями безопасности, так как только они в полной мере способны предохранить ребенка от серьезных повреждений брюшной полости и травм позвоночника. Более наглядно, как выглядят данные устройства, вы можете видеть у себя на экране. Далее, в детских автокреслах с внутренними ремнями безопасности, которые устанавливаются лицом по ходу движения, стоит обращать внимание перед покупкой на матерчатую прокладку, которая располагается у замка пряжки, соединяющей ремни в зоне промежности ребенка. Детское автокресло не должно обладать большим весом, чтобы оно легко переносилось. Кроме того, устройство должно просто устанавливаться на сиденье автомобиля. Рекомендуется перед покупкой устройства примерить автокресло, на сиденье своего автомобиля. Одним из самых ключевых моментов при выборе детского автокресла является возраст ребенка. Справочно заметим, что довольно часто дети одного возраста могут значительно отличаться по размерам друг от друга. В связи с этим нюансом крайне рекомендуется при подборе удерживающего устройства обращать внимание не только на возраст малыша, но также на его вес. Как мы описали ранее, в зависимости от возрастного показателя, а также веса ребенка, для которых предназначена та или иная модель устройства, все автокресла делятся на определенные возрастные группы. Кроме того, различные модели автокресел своей конструкцией и строением учитывают анатомические особенности малышей. Производители специально выпускают устройства такого строения, чтобы обеспечить максимальную защиту от непредвиденных обстоятельств на дороге. Стоит помнить, что не нужно приобретать детские автокресла с запасом или на вырост ребенку. Однако исключением этому моменту являются модели-трансформеры, которые способны изменяться под возраст ребенка. И вот мы плавно перешли к заключительному пункту нашего видеоматериала, на что же нужно обращать внимание при покупке детского автокресла и нужны ли дополнительные опции. Стоит понимать, что удерживающее устройство для ребенка не просто автомобильный аксессуар, а крайне необходимое и обязательное средство защиты малыша от непредвиденных обстоятельств на дороге. Ключевые показатели любого детского автокресла это его надежность и безопасность. Таким образом, при выборе приспособления для защиты ребенка стоит отдавать предпочтение тем моделям, которые прошли все необходимые краш-тесты и имеют сертификаты соответствия. Стандарты безопасности это залог того, что кресло сможет уберечь ребенка при дорожно-транспортном происшествии. Кроме европейского стандарта есть еще и сертификат соответствия таможенного союза, который также характеризует уровень безопасности той или иной модели детского автокресла. Кроме вышеописанных критериев выбора детского удерживающего устройства, обращать внимание надо также на комплект поставки автокресла, его боковую защиту, наличие сменных чехлов, тип крепления, вес и, конечно же, дополнительные регулировки. Итак, на что нужно обращать внимание при покупке детского автокресла более подробно. Боковая защита. Она обеспечивает безопасность ребенка при боковых повреждениях автомобиля. Этот параметр зависит от конструктивных особенностей удерживающего устройства. Например, чем выше расположен подголовник и глубже размещены боковины, тем надежнее защита от неприятных механических воздействий на кресло и, следовательно, на самого ребенка. Далее, материал чехлов сидений. Является очень важным показателем, так как не всегда тот же хлопок может быть лучшим вариантом для ребенка. Чехол из хлопка довольно быстро протирается, садится после стирки и имеет недолгий срок службы. Что же касается современных материалов и синтетики, то они, как ни странно, являются самыми надежными, комфортными и долговечными по сроку службы. Далее, тип крепления. Это очень важный параметр, который обеспечивает надежную установку автокресла на любом автомобильном сидении. Как правило, все современные кресла, как мы отмечали ранее, имеют системы крепления Isofix или Isofix Lodge, которые дают возможность надежно крепить детские удерживающие устройства в салоне машины. Однако, такие крепежи имеют определенные недостатки, потому что подходят не для всех марок транспортных средств. Они являются более тяжелыми, да и стоят на порядок дороже обычных классических, которые крепятся автомобильными ремнями безопасности. Вес устройства, то есть вес автокресла, отвечает за удобную транспортировку и комфортный перенос детского автокресла. В том случае, если даже не будет использоваться люлька для младенца в автомобиле, а будет она применяться только как переноска, то автокресло в любом случае придется постоянно перемещать с места на место. А если автомобиль мы оставляем на ночь во дворе дома, то снимать устройство придется систематически в целях безопасности и защиты приспособления от кражи. А это, скажем так, будет довольно некомфортно уже водителю, потому что если будет большой вес автокресла, то довольно будет неприятно каждый день носить на своих плечах более 6-7 кг веса. Поэтому оптимальным весом автокресла считается от 4 до 5,5 кг. Идеально 4,5 кг. Далее, дополнительные регулировки. Они очень полезны, так как маленькие дети часто засыпают в дороге. Поэтому возможность регулировки наклона спинки имеет большое значение. Многие современные модели имеют регулировку по ширине сидения. Изменяемая высота спинки является нужной опцией, которая позволяет увеличить срок эксплуатации детского автокресла. Спинки некоторых производителей модели устройств способны удлиняться примерно на 10-15 см. Справочно заметим, что качественное детское автокресло не обязательно должно стоить дорого. В процессе подбора удерживающего устройства для ребенка можно найти вполне комфортную и безопасную модель, при этом не переплачивая за дополнительные опции. Что же касается дорогих моделей, то они, как правило, оснащаются столиками, рамами для крепления мобилей, встроенными в подголовник наушниками и прочими опциями, которые не влияют на безопасность. Стоит понимать, что оптимизация стоимости автокресла достигается не за счет качества применяемых материалов производителем, а за счет меньшего количества дополнительных опций и функций. Мы должны знать, если производитель решит сэкономить на качестве материалов, используемых при изготовлении устройства, то приспособление просто не пройдет сертификацию на безопасность. Но в заключении нашего материала отметим, что грамотно подобранное детское автокресло позволит удержать ребенка на месте в случае дорожно-транспортного происшествия или при резком торможении, что обеспечит значительное смягчение воздействий на малыша, особенно при боковых ударах. Не нужно рисковать здоровьем и безопасностью ребенка, стоит в обязательном порядке покупать детское автокресло и даже не раздумывать. После того, как мы определимся с покупаемой моделью, рекомендуется сравнить цены в разных магазинах, чтобы избежать переплат. И на этом наш видеоматериал подошел к концу. Мы с вами прослушали и просмотрели тему, что такое детское автокресло, особенности, разновидности и как выбрать удерживающее устройство. А более подробно этот и другие материалы вы всегда можете найти на нашем сайте www.bazla.ru Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube-канал или оставляйте на нашем сайте. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Берегите себя и всего вам доброго.